Если я приехал сюда в 2014 году не воевать за Украину, а воевать против путинского режима, и мне нужна была другая Россия, то за 8 лет я уже сейчас воевал за Украину, и мне не нужна никакая Россия. Я не хочу вообще, чтобы это государство существовало на карте. Сразу после школы я поступил в Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации на факультет оперативно-розыскной деятельности. На распределении, когда спросили молодого лейтенанта, где вы хотите служить, я дословно сказал, как Михаил Юрьевич Лермонтов, как настоящий русский офицер, хочу начать службу в горах Кавказа. Будучи старшим лейтенантом в Дагестане, в 2013 году докладывал первому заместителю директора ФСБ Бортникову. То есть третьему человеку от Путина я участвовал в зачистках, когда на одного боевика мы потратили 400 мин. Ну, то есть это да, так по селу к***ли. Я абсолютно понял, что это конфликт искусственный, и перевелся назад в Приморский край. А потом, когда случились вот эти исторические события Майдана, я был сначала в батальоне Донбасс. Когда батальон вывели в Донбасс, то как бы я не хотел сидеть на Днепропетровской области, Донецкий аэропорт. Как туда попасть? Только через ДУК «Правый сектор». Ну, все, волонтеров попросил, устроили. Все мои ближайшие друзья и соратники, они уже воевали тогда на стороне русской весны. Ты сидишь в этой машине, пули вот так летают. Передний просто потрясающий боец из Буча. Игорь, ну, у него кишки выпали, наверное, на первой же секунде. Он пытался открыть дверь, ну, двухсотой. Слева от меня пилот дрона, у него рука-нога. В дребезге, как у меня кости. И я кричу водителю «Газуй, газуй, газуй!» Ну, и хоп, чувствую хлопок, удар. И просто руки нет. Я думал, ее оторвало. И я уже такой подумал, да сейчас такие протезы, Илья, не парься. Типа, все нормально, волонтеры-то насобирают. Это ж не вражки, без руки остался. В Украине без руки, ну, все, у тебя рука будет круче там с какими-нибудь там чипами. Кладу левую руку водителю, который вот так вот в руль вцепился. И говорю, дорогой, пожалуйста, спокойным голосом нажми на газ, вывези нас отсюда. Другой момент, почему вот они мародерят и насилуют. Ну, вот почему для меня это не сюрпризы, не вопрос. А тут есть возможность у кого-то что-то отнять, а там отнимают только у них. И кого-то унизить, а там унижают только их. И унижают просто в зависимости от твоего социального статуса, да. То есть, если ты бизнесмен или силовик, тебя унижает кто-нибудь представитель кадыровского класса, да. У России нет будущего. Они не создают ничего нового в культуре. И Украина – это просто свежая кровь для вампира. Вот и все. Украина – это просто свежая кровь для вампира.